Сначала ты возьмешь вот этот бирюзовенький нежный цветечек, перепачкаешь им все, все перепачкаешь, и низ и вверх. Когда ты перепачкаешь все бирюзовеньким, перепачкала-перепачкала, потом достаточно взять розового, не коричневого, и он тебе перепачкает уже бирюзовеньким. Хорошо? И будет у тебя и средний цвет вот такой, вот он так. Ну, теперь уже другой кистью накидать. Сначала бирюзовенький, потом розовенький. И если вот что-нибудь поняла, что было на той картине, начни. Дерзни. Хорошо? Хорошо. Вот такое. Вот такое. Ой, мало краски. Мало краски. Не шпатлевать не надо. Вот этого шпатлевать не надо. Вот так. То есть, пановое текно больше расштрихованное. Мало краски. Удвоить. Не во что войти. Смотри, сухо. Который создает штриховательную мглистость. И здесь она есть. Такая мглистость. Есть возможность эту же мглистость немножко еще умглить. Смотри, меня сейчас не беспокоит, что у меня не вполне точный цвет. Потому что я вижу и там грязцу цвета. Не зато, что это чистый розовый. Правда? Грязца цвета. Поэтому я бесстрашно сейчас берегу. А вот берегу. Некого цвета. Да, недостаточно. Даже старички. Не стоит бояться грязности цвета. Художники даже шутят между собой. Чем больше грязи, тем больше связи. То есть, более сгармонизирована живопись грязноватая по цвету. Вот они. Смотри, я не стараюсь попасть обязательно в силуэт цветка. Я тянул пятно. И причем даже с натуры писать можно было бы так же поступать. Смотри, как прикольно. Да. Уже это розы. Уже к коню понятно, что писались розы. Но с таким сбалованным мотивом. Коричневизна и кругловатость пятна. Вообще вот эти вот все движения, вот эти штрихования и прочее. Стоит вот создать вот такую среду. И начать даже просто беспредметно тренировать рук на всякого рода поступки, штрихи, кругловатости. Потому что мгновенно намек на круглый предмет произошел. Чуть-чуть тень он отбросил и растворился в собственной тени. И это тоже красиво. Ты согласна. Возьмем меньший мастихинчик. Возьмем желтотики к этому. Идею круглого. Идея блика. Идея рассеянности в пространстве. Ты согласна, что это красиво? Любому новичку надо обязательно сделать. У него же дело чести уметь рисовать круг. А на самом деле не нужно уметь рисовать круг. Вообще круг не нужен. В пространстве все заплелось и красиво. Вот. Есть внизу мощные поступочные движения. Не обязательно повторять их. Главное, чтобы это был поступок. Так, чтобы все, кто будут смотреть, понимали. Ишь, как. Ишь, какой. Ишь, как психанула. Балованный, да. Как психанула. Нервная. Да. Вот. Ну, зеленого не хватает. Голубой, желтый плюс коричневый даст темные проявления зеленого. Вот эти вот мглистые темные. И тоже посмотри, с какой дурашливостью можно их набирать. Это не значит, что надо повторить все его звуки. Надо повторить идею этих звуков. Ну, куда повторять такие кляксы. А потом прибавить к этому нарядные. Нарядные. И тоже постараться не математикой писать их, а... Ты понимаешь? Да. Как бы вот жестикулировать на Аббум в надежде на красивые какие-то... В надежде на красивые звуки. В надежде на красивые звуки. Там бирюзовый есть, если что, выдавишь себе. Ну, конечно. Дать нафиг. Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. А дальше? И дальше немножечко прорисовывать это же. Вот, допустим, у розочки пару лепестоников. У этой розочки пару лепестоников. Они же по вот этой траектории движутся, да? Да. Мы видим, там есть теневое и световое. Световое и теневое. Вот прям по такой траектории и укладываем. Здесь даже потемнее есть. Ладно? Да. Молодец. Если что, сбрила мой. Нет! Не рисовал? Не рисовал? Там же баловнятина. Причем они у тебя все смотрят вот так. А у него смотрят в бок. Ну-ка, посмотри. В бок они смотрят. А у тебя все в нос. Мол, то, что в нос тяжело рисовать, предмет в нос тяжело рисовать. Ну, цветок. Как форму выявлять, когда ты видишь только ребра цвета. А чуть-чуть в профиле уже весело. То есть это первое, что ты сделала несмышленно. Вот. Ну и пытаться нарисовать, где ничего не нарисовано, пытаться прорисовать. Тоже странно. Все-таки там никакого. Там никто не прорисовывал это. Он кидал эти звуки немножко на удачу. Но характер чуть-чуть розы. Чуть-чуть розы. Но на удачу. Ну вот здесь ничего у тебя сложилось. Слишком ты ее порезала. Она у него цельный характер имеет. Цельный. Темный, цельный светлый. То есть попытка прорисовать там, где нет ничего, что прорисовать, увенчалась неудачей. Это очень часто новичок не понимает, в чем прикол. Им кажется, вот художник не прорисовал, а я прорисую и будет красиво. Ну, когда мы делаем копии. Кажется, вот я вот сейчас там прорисую и вот у меня уже будет красиво. И не так, как у него. Ну, на самом деле, чревато. И тоже ждем удачного решения именно от таких действий. Ой, красивый мазочек. От легкомысленных действий. Зелень тоже неплохо. Прямо такая целлофанчик. С розами. Ну, розы тяжелые цветы, поэтому ты, конечно, с ними запуталась сразу. Ждем иногда, просто ждем удачи. Толкаем, толкаем краску туда, 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 туда. Вот, как будто это, когда она начинает лежать, тоже в конце будет? Вот тоже. Вот как она там. Это ж не розы, это скорее... Какой-то, да, пион. Вот. Поэтому смотри, вот... Ты видела, какие пируэты делал? Так, так, так. И еще и так толкнуешь. То есть, по возможности пируэтствует, а не... То есть, пируэт, это красиво. Это минимум уже красиво. Можно не попасть тонально, не попасть в цвете, но в пируэт это красиво. Сказочный цветок тоже бы мог иметь место. С фоновым пятном можно немножечко вот так соединить цветы, чтобы они как будто бы размазывались. Хорошо? Да. А зелень? Ну, помним, как... Вспоминаем, как выглядят листья розы. Хотя там, конечно, листьями розы и не парка. Абсолютно. Там попахивает травинками. Абсолютно. 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 Можно несколько дать листьев, узнаваемых листьев розы, чтобы к нам зритель все-таки не придирался. Листья розы мы помним, как выглядят. Вот если мы дадим хотя бы несколько внятных этих листьев. То, глядишь, к нам не будут придираться. Ну, к примеру. Вот чуть-чуть узнаваем. Травинки у него там такие жесткие. Коряги целые. Может быть сделать тоненькими. А может вообще их не делать. А можно сделать, ну, вот такими. Мерцательно. Ты видишь, я и режу, и сбрасываю краску. То есть, с плоскости сбрасываю, тут же, если надо, режу. Ну, что-то такое. Тоненький. Ага. Единственное, что я бы к нему присобачил, бы светлое звучание. А так очень симпатичная кричалка. Ага. Очень хорошо. Так. Ну, хорошая у тебя работа сложилась. Вот это вот. Он слишком криклив для периферии. Вот смотри, так он сразу сел на свое место. А так он слишком кричал. Периферия нет для прописывания. Угу. И это тоже? Ну, этот все-таки близко к середине. Ну, тоже можно было бы чуть-чуть. Угу. И вот кувшин мой. Сыпаем. Ага. Угу. 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 Ну, темное получалось пятно. Получалось чуть-чуть. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Это как бы отражающиеся розочки Добавил субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, желтоватые, оранжеватые зелени. Вот такие. Вот тоже молодец. Знаешь, чего хочешь. Не винегретные, а сливочные. Это очень хорошие, ты произнесла слова. Оно, да? Давай еще парочку. И вот это, хоряшка. Нормально, в тень ушла себе. Хорошо. Я бы еще ей бы компанию составил. И вот это зеленое пятно, его выцветлить? Не, не, не надо. Оставить так? Вот такой вот. В тень уходит и становится тоже цвета тени. А у вас есть какой-то сакфор? Тень у нас... Нет, у меня специального цвета будет. Вот пусть она лучше будет вот такого цвета. Цвета тени, чем зеленый. Ну, наколосила, но уже авторское наколошение. Ну, сейчас там латать и латать. Ну, что, они терпимо смотрятся. Ну, понятно, что у него все. Все, в первый раз все идеально. Ну, в принципе, все хорошо. Водок тоже, да? А вот это иди. Нормально, мне и нормально. Плоскость немножко, смотри, обозначим лежачую. Плоскость немножко обозначим лежачую. Именно лежачую. Да? Смотри, она пошла теперь вот такими. Ну, как драпировка, да? Лежит. Нормально все. Все очень хорошо. Шику не хватает чуть-чуть. Ну, в принципе, все хорошо. Ну, что с розочками делать? Так это ставить или мне придется участиять? Да.